Мы знаем, что сила поверхностного натяжения F пропорциональна длине границы L, которую смачивает жидкость. Коэффициент поверхностного натяжения σ для каждой жидкости измеряется экспериментально. Известно, что для воды этот коэффициент равен 70 мН на метр. Длина окружности этого карандаша равна 2 см. Значит сила, с которой вода тянет карандаш вниз по порядку составляет 1 мН, всего лишь 0,1 грамма силы. Разрешение нашего датчика силы составляет 2 мН. Чтобы сила поверхностного натяжения стала заметной, надо увеличить длину границы смачивания. Общая длина этих полосок составляет 0,5 м. В воде они смачиваются с двух сторон, поэтому граница смачивания равна 1 м и мы ожидаем, что сила отрыва полосок от воды составит 70 мН. Обнулим датчик силы и будем добавлять воду через сифон, чтобы она поднялась до середины пластинок. А теперь сбросим воду и посмотрим, как при этом менялась сила, с которой вода тянула пластинки вниз. Когда вода соприкоснулась со всеми пластинками, сила выросла от 0 до 40 мН. Когда вода оторвалась от пластинок, тянущая сила снова упала до 0. 40 мН – это заметно меньше ожидаемых 70. Дело в том, что угол смачивания пластмассы водой не равен нулю, поэтому сила поверхностного натяжения даже в момент отрыва направлена невертикально. А вот у капли в момент ее отрыва от сопла силы поверхностного натяжения будут направлены вертикально. Поставим баночку на точные весы и выпустим из сопла 10 капель. Масса одной капли оказалась равна 45 мг. Приравняем вес капли в момент отрыва силе поверхностного натяжения. Выразим отсюда коэффициент сигма. Наши измерения дали для него величину 60 мН на метр, что уже достаточно близко к табличному значению для дистиллированной воды. А вашими идеями по уточнению этих измерений вы можете поделиться в комментариях к этому ролику ВКонтакте и на Ютубе.